Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео я расскажу о проблемных местах вот этой точилки, которую я заказал на Алиэкспресс и о методах решения этих проблем. Я точилкой очень доволен, но в процессе заточки я для себя нашел какие-то недостатки, которые я сейчас постараюсь исправить. Самое дорогое, что я купил, это абразивы вот эти, вернее алмазы. Я за них заплатил где-то около 8 долларов, ссылку оставлю под видео. Все остальное я сделал либо своими руками, либо потратил копейки, ну около полудоллара потратил на все остальное. То есть сам апгрейд вам обойдется очень дешево, если вы не будете покупать алмазы, если будете покупать 8 долларов плюс. Ну что ж, поехали! Видео будет в формате, я расскажу о проблеме, покажу ее и потом о том, как я ее решил. Итак, первая проблема, с которой я сразу же столкнулся, затачивая нож вот этой точилкой, это отсутствие здесь платформы или основания. Эта точилка скользит по столу и есть возможность поцарапать стол. Чтобы решить эту проблему, я вырезал вот такую дощечку из куска обычного ламината. Вот так оно будет держаться. И прикручу эту точилку с помощью обычных шурупов к этой дощечке. Также кусок этого ламината есть скользкий, и для того, чтобы уменьшить трение, я на дно этого ламината вот приклею куски транспортировочной ленты, это резины. Если у вас нет такой резины, можно любую другую, можно даже кожу наклеить, либо купить в любом магазине сантехники любые резиновые заглушки, например, и приклеить их к дну этой дощечки. Вот так это все будет смотреться у меня. Сейчас мы этим займемся. Сначала с помощью клея приклеим эту резину к дощечке. А потом, когда мы будем прикручивать эти болты, они также прикрутят вот эту резину, чтобы она держалась лучше к этой дощечке. Так, начинаем это все делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так все получилось после проклейки. Я его оставил на сутки под прессом. Все вроде бы хорошо приклеилось. И действительно, очень хорошая сцепка с поверхностью. Я думаю, скользить уже не будет. Но осталось только прикрутить с помощью вот этих шрубов к этому основанию нашу точилку. Что мы сейчас и сделаем. Итак, одну сторону я уже прикрутил. Вторую еще не трогал, потому что сейчас мы рассмотрим вторую проблему, которую я обнаружил в этой точилке. И в процессе ее исправления мы прикрутим еще вот эти два болта. Что же касается второй проблемы. Вторая проблема это крепление. Мне, например, не нравится это крепление. Во-первых, как бы я не закручивал вот этот болт и не прижимал этот нож, он все равно движется. Даже эта пластина может выгнуться в другую сторону, но нож все равно как-то хоть немножко, но есть шат. Это первая проблема. Вторая, вот видите, что оставляет эта точилка на ноже. В процессе заточки он двигается и оставляет царапины. Вот это мне не нравится в этой точилке. И поэтому я решил это исправить. Как же я это исправлял? Исправлял я это с помощью кожи. Я уже проверял. Кожа сама по себе очень цепкая. И нож, даже если я немножко подкручу этот болт, мертво садится в это основание. Сейчас покажу, как я вот два кусочка обычной кожи вырезал. И как я это все прикручу. Смотрим. Смотрим. Вот и все. Платформа прикручена. Установлена кожа. Теперь достаточно просто поставить нож. Немножко прикрутить его здесь. И он уже держится мертво в этом самом нашем устройстве. Не нужно там пережимать его. Я уже так сжимал, что пластина выгиналась. А теперь все аккуратно, просто и хорошо держится. Вот это приспособление мне реально нравится. Кожа делает свое дело. Она и сцепляет хорошо. И сжимает хорошо нож. Здесь пластина, кстати, дополнительно, для того, чтобы пластина эта не выгиналась, я поставил такую большую шайбу. И здесь, когда прикручивал, прикрутил с помощью, также купил их в магазине, вот такие шайбы на резинках. Чтобы не раскручивалось и хорошо прижать к этой платформе нашу вот эту точилку. Так, это была проблема номер два. Переходим к проблеме номер три. А третья проблема этой точилки в том, что в процессе работы вы не полностью используете этот брусок. Вот, я уже до конца дожал, а брусок не используется где-то 2,5 см вот здесь. Не используется бруска и получается такая выработка. То есть, не 100% бруска задействована в заточке ножа. Как же это исправить? А исправляется это, ребята, с помощью, нужно вынести вот эту штангу за пределы этой точилки. Я это сделал с помощью вот обычного болта мебельного. Расверлил отверстие, распилил его, сделал квадрат с помощью обычного натверка. Теперь вставляю вот этот болт сюда. Потом для дополнительной фиксации, чтобы не пережимать вот эту саму дощечку, я сделал шайбу. Но она здесь не помещалась, а большая такая. И я немножко ее спилил, вот так. И купил вот такую гайку, длинную большую гайку. Закручиваем. Так. Закрутили. Откручиваем нашу штангу, вот эту. И вкручиваем в нашу гайку. Кстати, отверстие должно быть симметрично вот этому отверстию. То есть, здесь оно сделано так, чтобы точилка, вот это основание, была по центру. Поэтому не по центру сверлить, не сбоку, а симметрично, параллельно вот этому отверстию. Так, вот мы вынесли. Теперь вставляем нашу, наш брусок сюда. И что получается? Получается, что мы от края к краю используем наш брусок. Уже полностью 100% бруска будет задействовано в заточке ножа. Вот такая проблема. И вот такое очень простое, я считаю, решение этой проблемы. Просто выносим отверстие вот это за пределы точилки. Кстати, замеряйте отверстие, на какой длине было, чтобы полностью попадало на брусок, ваш нож попадал. Итак, следующая проблема. Следующая проблема заключается в том, что в процессе заточки ножа, когда вы уже разогнались, чтобы ускорить сам процесс, особенно когда это последний этап заточки, когда вы точите самым мелким камнем, и бывает такое, что брусок спадает, и вы по инерции еще дальше жмете его, и получается, брусок спал, и вы вот со всей дури, вот этим, или металлом, или камнем, по самой кромочке ножа, по лезвию. И тогда, конечно же, заточка будет испорчена, и все нужно начинать сначала. Чтобы этого не было, чтобы сама вот эта штанга не спадала, и вот этот барашек не бился вам вот сюда, в основание, когда вы затачиваете, я придумал вот такие ограничители. Купил их также в магазине сантехники. Это такие резинки, может быть, любые резинки. Главное, чтобы они очень плотно надевались, и чтобы их нельзя было легко совать по этой штанге. Так, надеваем одну резинку, и когда надели, вторую. Тогда что мы делаем? Мы вычисляем край ножа, чтобы брусок не спадал. Вот, дальше он уже не пойдет, только сюда. И теперь вычисляем второй край бруска, чтобы он... Вот, получается, второй край. И что эти ограничители позволят нам использовать 100% бруска, не боясь, что вы или уйдете далеко вперед, то есть, можно даже пораниться от нож, или вот брусок спадет. Он не спадает и не заходит далеко вперед. Мне кажется, это очень простое решение и очень эффективное решение этой проблемы. И вы не будете в процессе заточки бояться, что вы или перезайдете за вот эту границу бруска, или наоборот. Брусок уйдет и спадет с лезвия ножа. Хорошее решение. Так, давайте перейдем к следующему. Следующий. Еще одна проблема есть у этого, вот этой точилки. Это вот этот механизм. Он, видите, как болтается? Он очень болтается. И когда вы нажимаете вот на край, вот на край сюда, нажимаете на край точилки, получается, изменяется немножко угол, потому что увеличивается высота. Нажали, высота больше. Отпустили, высота меньше. То есть, вот этот шат вверх-вниз, он немножко, как бы, искажает угол, то есть, он не точен. Как же я исправлял эту проблему? Первое, что я сделал, это нужно снять вот эту штангу и также надеть вот такую резинку. Вот она. Надеваем. Для чего она? Не знаю, у всех так, или это так у меня только, но диаметр верхней вот этой отверстия, он меньше, чем диаметр нижнего отверстия. И получается, здесь сверху шат практически минимальный, здесь разница в каких-то несколько микрон, а вот сверху разница большая, наверное, полмиллиметра даже, что вот, может даже больше. Видите? Не знаю, почему здесь отверстие больше, чем сверху. Возможно, это брак у меня такой. Если у вас так же, напишите, пожалуйста. А если у вас одинаковые отверстия, ну тогда, значит, у меня брак. Как же я это исправил? Я надеваю вот эту резинку и потом сделал вот такую шапочку капроновую, я не нашел, поэтому получается, что сделал сам из обычного пластикового корка. У меня есть такие высечки специальные, и я сделал вот такую. Почему пластик? Потому что резина, она, трение по резину, получается, замедляет вход вот этого механизма, и он не так плавно ходит. Так, получается, когда вы надеваете вот эту резинку и здесь зажимаете уже нужный вам угол, вы прижимаете к резинке, и практически нет уже шата, но механизм работает хорошо. Но шата здесь, вот именно в этой штанге уже пропадает шат. Но еще есть шат вот здесь. Как же это убрать? Убирал я это также очень просто, с помощью той же, такой же шайбы капроновой. Так, сейчас откручу. Сделал я такую же шайбу, вот, пластиковую. Надеваем капроновую. Думал металлическую сначала, но потом подумал, что капроновая, она немножко не позволит больше зажать. Металлическое уже трение получится, не трение, а когда я ее очень сильно пережму, здесь уже уменьшится плавность хода. А капроновая, как-то мне кажется, попроще с этим делом. Но если вы пережмете, оно все равно будет ходить, только уже туже. Ну, здесь найти эту грань, между пережать и хороший ход, мне как-то проще с капроновой шайбой. Но если она потом износится, или что-то будет не так, я всегда смогу поставить металлическую. Металлическую шайбу я, кстати, поставил здесь, чтобы вот этот ход не выкручивал мне вот эту гайку. Но, возможно, ее лучше снять. Сейчас посмотрю, как оно будет с этой. Нет, лучше снять, потому что эта гайка идет, контргайка, она идет специально такая с зажимчиком, с пластиком внутри, чтобы не выкручивалось. Тогда, я думаю, оно не будет выкручиваться. Вот таким образом мы вообще убрали практически вот этот шат. Он есть, но он минимальный. То есть мы его уменьшили. Ну, вот и все проблемы, которые я обнаружил и исправил в этой точилке. Возможно, в процессе заточки я увижу еще какие-то проблемы. Поначалу я хотел изменить вот эту ручку на другую, но потом мне как-то даже понравилось работать с этой ручкой, и я решил ее оставить. Конечно же, я купил к этой точилке еще алмазы, потому что с алмазами мне работать как-то проще, чем с абразивом. Вот разные. Купил один набор и отдельно алмазик. Осталось только попробовать заточить этой уже переделанной точилкой. Чем я и займусь в своем следующем видео. У меня есть нож, который я решил сделать своим ножом карманным, который буду носить постоянно. И я решил его немножко переточить. Там стоит заводская заточка. Я немножко ее изменю. И вы увидите в следующем видео сам процесс работы на этой уже переделанной точилке. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, не забудьте поставить лайк, поддержите меня. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok